Я в шоке, мои хорошие. Мотивация похудеть, это не мотивация. Всем доброе утро, мои хорошие. Сегодня у меня отлично настроение, потому что наконец-таки с трехдневным перерывом в эти вот тренировочки мои сегодня я буду тренироваться. Перед как раз таки стрижкой. Вообще перед всеми делами. Сейчас я только отвела Дэню. Время половины девятого. Я уже сразу пришла домой и переоделась в спортивочку. Как бы себе говорю, давай 20, 10, 15 минутная готовность. Ну, сколько времени мне нужно. Я так сейчас пью кофе, еще чуть раскачиваюсь. Я тренируюсь. Сейчас немного плана расскажу на сегодня. Я тренируюсь, потом иду в душ, потом у нас будет прямой эфир в институте, потом я сразу же через час, вот эфир проходит. Я не знаю, через сколько он закончится. Надеюсь, через час мне сразу нужно будет бежать на стрижку. Я решила, что сначала мне помоют голову в салоне, подстригут меня, вот, чтобы я на это время не тратила, потому что все получается в притычок. И потом после салона я иду домой и крашу корни, вот. И потом мы смотрим с вами целую картину, потому что проще, наверное, будет мне... Крашу корни, когда мне уже помыли голову. Очень интересно, очень интересно. А сейчас получается, если я покрашу корни... Блин, а тренировка, а прямой эфир, как же это сделать? Надо подумать, в идеале было бы, конечно, хорошо, если бы я сейчас быстро потренировалась и покрасила корни. И потом пошла бы сразу все смыла в душ, посушила. Может быть, на прямом эфире бы даже сидела... Нет, на прямом эфире не получится, но до прямого эфира надо все сделать. А потом сразу лететь. Короче, я сейчас подумаю, в какой бы следовательности все буду делать. Вам все покажу. Я решила ничего не ждать, время, и начать тренироваться, чтобы успеть все до часа. 14-я тренировка у меня. Начинаем дышать. Интенсивнее поднимаем. Температуру тела. Разгоняемся. Готовимся к... Как мы с ним синхронно? Дышали шире. И немножко будем приседать посередине. Отлично. Руки держать перед грудью. Сегодня у нас отжимание от дивана, поэтому он должен быть рядом. У нас сетапы с обратной планкой сегодня. Хорошо. С кроссовкой занимайся. У нас сейчас и бросок кольцо. Прям чувствую мышцы все, которые задействованы. Прием. Бросок. Фу, мои хорошие. Я закончила тренировку. Куда смотрю? На себя смотрю, как я выгляжу. Слушайте, ну неплохо. Нормально. С учетом того, что три дня у меня был перерыв. У каждой девушки в месяц три дня может быть перерыв. Три-четыре. У кого пять. Кстати, да. У кого сколько перерыв на тренировку? Из тех, кто занимается во время дней. Сколько вы делаете перерыв? Когда вы уже можете заниматься? Потому что, получается, у меня перед днями было мне очень плохо. Да. И вот, ну, как бы, когда идут, вообще не кайф чем-то заниматься. Да. Дискомфортно. Вот. Но уже как-то у меня вот на третий день. Ну, третий, четвертый уже точно вообще просто в кайфе. Да. Получается даже четыре дня. Ну, мне кажется, три дня я не занималась. Да. На третий я уже могу заниматься. Вот. Короче говоря, что я хотела сказать. Все. Я позанималась. У меня есть время. Сейчас я в тонусе. Чувствую себя героем. Значит, начало дня прекрасное. Сейчас я иду и крашу корни. И с корнями с этими сижу, значит. Потом смываю, сушу волосы. Потом у меня эфир. И потом на стрижку. И уже после стрижки я буду красивая. И вы меня увидите и зацените новый образ. Хочется срезать все лишнее на самом деле. Вот. Я не знаю, насколько длина у меня останется. Но то, что я очень хочу, это ровный, плотный срез волос. Намешала 30 грамм своей краски. Это Лондо 1281. Вот она у меня. 1281 номер. Кто не верит. Один к двум сделала на 9%. Это моя такая стандартная. Стандартное окрашивание. И так как корни вроде бы не сильно отросли, да? Еще не такие. Я думаю, быстро. Сейчас главное фасад. Главное фасад. Когда я сама себя крашу, мне главный фасад. А что там будет внизу дальше, это уже в следующий раз мама покрасит меня. Вот. Время у нас есть. Мы молодцы. На самом деле я придумала пост. Мотивационный для тех, кто хочет заниматься. В моем инстаграме. Вот прям в ближайшее время сделаю. Потому что для меня, честно говоря, открытие, в двух словах могу сказать, суть поста. Для меня открытие в тренировках, то, что очень мотивирует, именно то, что ты получаешь во время тренировки. Сразу после тренировки. То есть, когда важность этого становится превыше важности того, что ты хочешь похудеть, а это когда-то придет, да? Или ты хочешь там закачаться, и это когда-то придет, и ты долго ждешь. А ты нетерпеливый человек. Для нетерпеливых людей нужен результат здесь и сейчас. Поэтому стоит найти мотивашку. Прямо вот что будет сразу после тренировки. Меня очень мотивирует тренироваться. То, что кофе не надо. Мне очень много дел, очень много задач. И вот эта тренировка, она, как знаете, вот полчаса, главное, да, что ты еще и недолго тратишь. Тебе не надо никуда ехать. Ну, то есть, каждый свое находит. Конечно, как ему тренироваться нравится. Вот. И в том плане, что я просто понимаю, что сейчас я потрачу ровно полчаса. Ровно полчаса. Это не займет больше. То есть, сами 20 минут, да, идут вот эти вот непосредственные, да, вот эта вот тренировка у меня. И как бы там с заминкой, разминкой еще по 5 минут. В общем, полчаса. Я точно знаю, что полчаса сейчас будет идти моя тренировка. И это как, я не знаю, стакан кофе так не бодрит, как бодрит тренировка. И это очень важно. Мало того, что я чувствую себя героем на весь день. Ну, то есть, блин, важную вещь выполнила. Плюс я делаю для здоровья большой подарок. Я разгоняю здесь и сейчас кровь, понимаете? Она не стоит у меня. Она идет в жилах. Кровь вот эта вот все. Или где-то там по телу разгоняется. Я это прям чувствую, понимаете? Это здоровье, а это важно. Особенно уже в моем возрасте. Ну, когда ты уже чувствуешь много чего. И плюс это вот этот вот, понимаете, бодряк, который ты получаешь сразу после тренировки. Все, сделала. И посмотрите, у меня... Так бы я сидела бы, может, телек посмотрела бы, сериальчик, да? Подумала бы, да, потом покрашусь. Вот такие мыслишки. А когда ты потренировался, все, у тебя, блин, столько энергии, ты можешь сделать все, что ты не хотел раньше делать. Откуда? Силы, понимаете? Короче, очень много мотивашек можно найти. Каждый себе может найти. Это я свои говорю. Каждый себе может найти мотивашку здесь и сейчас. Что именно нравится вам в тренировке, в моменте. Что нравится сразу после. И тогда, когда вы позанимаетесь, вы будете видеть результат сразу, сразу будете понимать, для чего вы занимаетесь. Вот меня это очень мотивирует. И если кому-то это поможет, кто такой, как я, с такими, да, там, проблемами внутри, с мотивашками, да, то попробуйте. Попробуйте, просто сядьте и подумайте. А для чего еще вам заниматься, кроме как, например, похудеть? Или там выровнять здоровье, к примеру, там, через какое-то время. Это понятно, что это важно, это долгосрочно, и это важно ставить такие цели. Конечно же, это может быть основная вещь. Но подумайте еще, а что здесь? Что прям здесь? Что в тренировке происходит такого, что вам нравится? Что после? В общем, все. Вот так вот я быстренько сейчас пройдусь. 50 минуточек посижу, время есть у меня. И, кстати, пост я придумала во время тренировки. Вот что я еще заметила. У меня мозг отдыхает. То есть ты просто тренируешься, просто делаешь, просто повторяешь. И мозг отдыхает. И у меня прям идеи, прикиньте, сыпятся. И я такая думаю, просто вот придумала пост. Такая думаю, ах, вот оно что, инсайд. Ах, вот оно что, надо срочно поделиться с девочками. Уже придумала картинку, как она будет выглядеть примерно, и там, как текст построю. И главное, что это из личного опыта, понимаете? Это не откуда-то там я где-то прочитала, а это вот. Может быть, кто-то об этом писал, и это не новость. Но к этому я пришла сама. А знаете еще, как я к этому пришла? Сама. Не совсем сама. У нас же в институте есть практика. Мы практикуем друг на друге. Коучинг, эти коучинговые вопросы. И одна из девочек вот как раз-таки меня коучила по поводу тренировки, мотивации тренировки. И когда она меня коучила, я выяснила для себя, что мотивация похудеть – это не мотивация. Ну, я вроде бы хочу такая подзаниматься, вроде бы хочу я подкачаться, но вроде бы меня устраивает. Все сейчас я отлично понимаю, что я худая. Ну, в общем-то, я худая, да? Не подкачанная, но я знаю, что мне два дня не поесть, у меня уже будет видно пресс, понимаете? То есть для меня эти усилия нафиг не тарахтели, понимаете? Мы не пришли к тому, что я хочу на самом деле, но мы пришли к тому, что это мотивация, которую я всегда себе ставлю. Это не мотивация для меня. Мне нужно искать что-то другое, вы понимаете? И через какое-то время я это нашла. То есть я такая думаю, мне нужен тонус, я хочу просто чувствовать себя утром хорошо, бодряком, понимаете? И я даже не знала, что, ну, как бы тренировки вот так вот будут действовать на меня. Я решила попробовать просто зарядку, типа зарядку, и нашла такую программу, думаю, о, буду программу вот делать. Ну, 20 минут мелочь, да? То есть мне главное, чтобы время много не занимало моего, я же деловая, колбаса. И все, и пошло-поехало, и я увидела, что делают тренировки еще. Помимо того, что ты там худеешь, и что там, я не знаю, и качаешься. И все. То есть оно сработало у меня через пару месяцев где-то после коуч-сессии моей по поводу этого. Не всегда это работает здесь и сейчас. Запускает какой-то механизм внутри, сознательно, бессознательно. Вот такие дела. Так что сейчас я хочу превращать свой инстаграм немножечко, ну, в полезный какой-то инстаграм, потому что до этого у меня инстаграм мой был какой-то, знаете, этот, ну, просто как бы продолжение моих видеовлогов, да, только в инстаграме, в сторисах. Вот так. А сейчас я хочу сделать контент, ну, полезный прям, какой-то там, психологическо-мотивационный, что-то такое. Ну, вперемешку, конечно же, со своей жизнью. То есть там не все будет такое, знаете, прям, психология и все. Нет, просто будут вот такие посты. Я еще не разработала ничего для этого, но очень хочу, чтобы было полезно. Прям было полезно, вот. И еще хотела сказать по поводу того, что если даже здесь и сейчас, когда вы хотите заниматься, вот прям здесь и сейчас, вы ничего не видите, то есть вам не нужен этот тонус, вам не нужна зарядка, разгон крови, вам пофиг на это состояние, которое говорит тебе, ты крут там, да, ты это сделал, как бы, все у вас вообще нормально, вот никак не можете найти мотивации к занятию, тогда спросите себя, зачем вообще вам заниматься, зачем вообще вы хотите заниматься, откуда это пришло? Вот, к примеру, не надо худеть, вот как мне, да, это, то есть я уже такой момент, не надо худеть, ты и так прекрасна, да, ты себя любишь, люди тебя любят, здоровье у тебя прекрасное, тонус у тебя нормальный, ну, то есть вот вообще как будто поистине, то есть это не так, что я хочу заниматься, а вот копнете глубже, да, почему же не занимаетесь-то, да, да, то, то, ну, когда копнете глубже и поймете, что на самом деле не то, не то, не то, не то, не то не является мотивацией, почему? Потому что вроде бы все прекрасно так, на самом деле, и люблю я себя такой, и люди меня любят, и я не страдаю, и трата-та, тогда задайте себе вопрос, откуда у вас это желание заниматься, оно вообще ваше? вы вообще хотите заниматься? Зачем это вам нужно? И вполне может быть такое, что это какое-то навязанное мнение, например, даже если это отпустит вас, когда вы найдете истинные причины и вашего вот этого нервяка, что вы вроде бы хотите заниматься, на самом деле мотивации нет, а на самом деле это вообще что-то навязанное, навязанное или что-то, вот какое-то убеждение непонятное в голове, вас отпустят, и вы будете счастливы. Но если мотивация все-таки к занятиям есть, и она важна, то она обязательно вас приведет к тому, что вы будете заниматься. Это все на самом деле можно проработать, вот если я вам просто подсказала, как это делать, да, какие вопросы себе задать, кто-то может это сделать самостоятельно, кто-то нет, это все прорабатывается в коуч-сессиях легко, кстати, легко и непринужденно, можно копнуть сюда, куда нужно. Кстати, ко мне пару девочек записалось именно с таким запросом на похудение. Вот хочу похудеть, а нету что? Хочу похудеть, а надо начать, а не могу, и что-то мешает, и вот просто вот что-то непонятно пока что что. И вот у нас будут сессии на эту тему. Ну потому что чаще всего, вот я, например, тоже могу себе задать, там правильные вопросы и все такое. Я как бы вообще профессионал в этом деле, да, но иногда самой себе это делать сложно, потому что ты как бы должен сконцентрироваться и на одном, и на другом. И как бы твое бессознательное, ну, твое сознательное, оно должно немного расслабиться и выпустить бессознательное наружу, да. Это сложно делать, когда ты прям и концентрируешься, и это. И вот я даже, когда у меня что-то происходит, я предпочитаю не сама сидеть и сама вот этим вот копаться, копаться самым окопанием, вот этим самоанализом, да, а проще все-таки пойти к человеку, плюс он еще может увидеть то, что не видишь ты, и все-таки задать тебе вопросы, те, которые ты сам себе не задашь. Вот, поэтому я всегда иду к своему коучу или психологу. По-разному они работают. Главное, что достают куда надо. И все это превращается в действие. Это круто. Так, ну что, все. Я покрасила волосы. Сейчас время у нас 10 без 7. Ладно, пусть буду считать без 10. Без 10. Значит, 40 минут. Вот в 10 часов 40 минут я должна буду пойти это все дело смывать как раз 20 минут, быстренько посушить и на прямой эфир. А сейчас надо позавтракать. Я так жду этого дня, когда ко мне клининг приедет. Аж вообще расслабляюсь, вообще ничего не делаю там по минимуму. Короче, я просто два яйца закинула и посолила, и добавила молочка. Видите, как поднимается красивенько. Сейчас еще вот чуть-чуть, и все. На сегодня я повторила себе завтрак, как в прошлый раз, только я взяла не половинку авокадо, а целый. Икра у меня уже остатки вот остались чуть-чуть. Ну и снова сделала вот такой омлетик. В принципе, для завтрака это прекрасно. И вот надо было уже доедать все это дело, поэтому сегодня такой повторный завтрак на репите с прошлого раза. Кстати, сегодня я взвесилась утречком и весила... Короче, у меня было 58,5, да, получается 58,4. Вот, ну с учетом того, что я уже кофе выпила, даже кружку. Вот, поэтому вес не сдвинулся, но я три дня не занималась, да, то есть и как бы ела. Ни в чем себе не отказывала. И вес на месте. Я этому рада. Значит, мы с той точки, с которой закончили, мы продолжаем заниматься, и я надеюсь, что все будет хорошо. Все, я пошла завтракать, включу любовь на фоне. Вот, и в общем, ждем пока возьмутся мои корни красивым цветом, жемчужным. Все, девочки, я покрасилась, корни покрасила, пришла уже в салон. Вот, смотрите, какой у меня сейчас, да, вот такие вот кончики какие-то непонятные, да, вот сзади. Какие-то вот все они не то. Я хочу ровный, плотный срез, и за этим прихожу в то, как с собой. Так что начнем. Вот они мои волосы. Смотрите, сколько девочки срезали. Много. Сейчас покажу. Одену толстовку. Ну что, смотрите, как освежилась причесочка. Ровный мой любимый срез. Длину сильно не стали, ну, убирать, да, такое удлиненное коре получается. Сейчас сзади покажу. Поправлю. Как вам? Пишите в комментариях. Ну что, мои хорошие. Ну я-то счастлива, чё? Для меня главное волосы здоровые, а не длинные. Конечно, до-после смотришь, такие были, кажется, длинными. Хотя, ну, как бы не видно, что, знаете, как будто срезали там вообще трындец сколько. Ну вот пока срезали, я не чувствовала, что срезали там прям огромную длину. А когда смотришь до-после, из-за вот этих вот тоненьких штучек, кажется, что волосы были ой-ой-ой, какие длинные. А сейчас короче стали. Ну смотрите, какие кончики сразу здоровые. И вообще вот я дома помыла голову, да? Пришла к ней, она говорит, будем мыть голову. Там это, я говорю, не, я только помыла, говорю, не на пигмент вымывать мой только свежий. Поэтому просто стрижёмся и всё. И вот мы подстриглись, она мне прошлась, почистила ещё вот этими горячими ножницами. Я всегда ими только стригусь. И только у этого мастера. Мне нравится. Мы, значит, прошлись. И волосы, девочки, ну как после ламинирования. Посмотрите, мы ничего не делали, не применяли никаких средств, никаких новых масок. И они вот такие вот стали совсем другие. А какая я пришла? Они прям сухие какие-то были. Вот мне чем нравится, что немножко какое-то ощущение волос, как будто они увлажнённые. Хотя они просто подстрижены горячими ножницами. Но опять же, если кто-то пробовал и разочаровался, очень много зависит от мастера, как он это делает. Потому что на самом деле времени уходит очень много на чистку. Вот. И тут как бы главное, чтобы хорошо почистили. И тогда эффект этот будет классный. Который я люблю. Всё, мои жёлтые там. Вот. Ещё она мне посоветовала один способ тонировки, о котором я вообще не видела, не слышала. Я говорю, всё время прихожу к вам, что-то новенькое вы мне советуете. Сейчас я заеду, куплю краски, да. Ну потом чуть-чуть корни отрастут. Может быть, чуть-чуть. Может, через две недели, может быть, сниму вот эту вот тонировку, о которой она говорила. Всё. Довольна? Зашла сейчас в магазин. Цены повысились на краску. Здесь я краску покупала по 390 рублей. Но это самая дешёвая цена, где я только брала краску из Лонда. А сейчас стоит ценник 599 рублей. Прикиньте, насколько повысилось. Она говорит, закупочная... И сейчас, говорит, заказывать ничего нельзя. Потому что закупочная цена неизвестна. Но вот уже по новым ценам они поменяли. И Estelle тоже стоила там 150, что ли, или 199. А сейчас 299 стоит краска в Estelle. Но я не стала брать, потому что что-то они сразу на всё поменяли цены. Есть же старые какие-то. Вот просто в больших магазинах, когда покупаешь, у них если что-то есть по старой цене, по старой закупке, они продают это по старой закупке. А то, что они купили по новой, они продают по новой. Но у них как-то в базе всё это дело отражается. И как бы вот так. Поэтому пока надо сравнить ещё. Может, ничего старое стало. Хотя, ну, не стоит, конечно, того вот это бегать по торговым центрам, чтобы там на 100 рублей дешевле купить. Понятно, что если повысилось, то повысилось. можно онлайн посмотреть, например. Короче, такие дела. Пока не радостные в этом смысле. Ну всё. Сгоняла ещё в фикс прайс, набрала огромнейший пакет, сняла вам новиночки с магазина и ещё взяла то, что мне нужно. Мне кажется, так много нужно. У меня такой огромный пакет. Так что переходите на мой второй канал и ждите там уже сейчас. Короче, уже сейчас уже есть там фикс прайс. Распаковка, не знаю, в этот день выйдет или в следующий. Я в шоке, мои хорошие. Меня просто этот диплом достанет. Я звоню на этот факультет уже второй день. Они на меня «Нет у нас вашего диплома. Ну мы посмотрим, но не должно быть. Если мы не найдём, значит он утерян. Он должен быть в архиве». Архив меня посылает к ним. Говорит, что ректор-проектор там что-то распределил, да? Эти ничего не знают, им никто ничего не говорил. Посылают меня в архив. Сейчас опять этому парню звоню из архива. Я говорю «Я не пойму, у вас как эта система там?» Он мне говорит «Вы спросите дубликат?» Я говорю «Какой дубликат? Мне нужен оригинал моего диплома». Короче, это какой-то ужас. Пойду поем. Я ещё голодная. Меня немного всё это злит, конечно. Смотрите, какие мини-мини. Минь эти. Как их называют? Голубцы. Хлебушек. А это я домой взяла. Там вкусняшка. Дома покажу уже. И курник мой любимый. Сейчас покушаю. Может подобрею. Всё-таки, девочки, как быстро и легко омрачить человеку настроение. Как поднять, так и омрачить. Подстриглась счастливая. Звоню. Это по поводу диплома. Всё. Что-то они меня расстраивают. Короче говоря, звоню. Значит, дали мне два телефона. Парень этот в архиве, он ошибся. Значит, мне нужен был не факультет социологии, а нужен был факультет психологии. Он мне дал два номера. Я звоню по одному номеру. Начинаю объяснять ситуацию. Она говорит «У нас нет. И у нас вообще всё от 2014 года. А у вас типа там 2007-й. И говорит, куда вы вообще звоните? Оказывается, я не туда звоню. Мне не тот номер дали». Хорошо. Там ещё второй номер был. Вот и я звоню. Сейчас женщина вроде адекватная, более-менее. Вот. Объясняет мне, что да, что уже те, кто работали, там уже их 300 лет нет. И мне надо сейчас вообще даже сосредоточиться и понять, где искать ваш диплом. И также она мне сказала, что по запросу, то есть ваш диплом, я говорю, если академсправку дают, то имеют право диплом отдать или удержать, или какие там это. Она говорит «По вашему запросу». То есть если вы запросили диплом, чтобы отдать, но я, по-моему, не запрашивала. Мне так хотелось быстрее свалить оттуда, что мне академку дали, по-моему. И всё. Какой ещё обходной лист нужно было сделать, чтобы мне диплом отдали? Я, наверное, плюнула и думаю, нафиг он мне нужен вообще. И я его там оставила. Скорее всего так. Потому что если для этого нужно было суетиться, то вряд ли я хотела бы суетиться, насколько я себя знаю. Короче, она сказала, что вот два дня до конца недели она постарается сделать всё, чтобы найти, если он есть, как бы, да, и, в общем, заниматься будет поисками моего диплома. Взяла у меня номер телефона, все дела. Говорит, если что, буду звонить. Такие дела, короче, весёлые. Походу придётся, я чувствую, мне в газету писать. и в полицию иди. Диплом верните. Может быть, всё-таки он где-то лежит. Представляете, а он где-то лежит дома, например, такой, и ждёт меня. А я тут нервничаю. Ладно, всё. Моя страшная сестрица, печь пленой, мастерица, ой, блины, 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 милиночки моём. Молодец! Новое что-то, да? Дальше. Всё, я всё. Всё? Кушать теперь будешь? Яичко сделали, приготовили яйцо. Сам приготовил, кстати. Ладно, крошки, буду прощаться с вами. Такой мини-вложик получился. Вот уже в домашнем варианте мои волосики. Пишите в комментарии, как вам. Вот. Кстати, мне, я говорила или нет, мне посоветовала мастер София, она всегда мне что-нибудь советует. Она посоветовала мне прикольную тонировку. Какую-то новую сейчас вот делают. Ну, может, она не совсем новая, уже давно делают. Вот она говорит, я постоянно вижу, она очень удобная, тонировка эта, и она тебе выровняет так более-менее цвет. Вот. Так что я попробую. Да, я, наверное, об этом говорила, просто что-то я все время забываю. Сейчас 8 часов, через часик мы уже будем укладываться спать, готовиться ко сну. Я, в общем, чувствую облегчение, мне очень нравится. Вот. Вот эти кончики, вы понимаете, вот эти кончики, а не те, которые были. Я рада, что вам сказать, и жду ваши комментарии. Как вам больше нравится, так или как было. прощаюсь с вами до следующего видео. Всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok